Вы когда-нибудь задумывались над тем, каково это быть самым высоким в городе, стране или мире? Ответ знают эти представительницы прекрасного пола. Рекордсменки по росту, баскетболистки, модели и цирковые артистки. О самых высоких расскажу в этом видео. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов, подписывайтесь на канал и вы увидите, что каждый из нас уникален. Не часто мне приходится смотреть на девушек снизу вверх, но похоже, это как раз такой случай. Сегодня я собрал самых высоких девушек в мире, с которыми не отказался бы познакомиться поближе. Холли Берт Никогда не интересовались длиной своих ног? Попробуйте измерить. Сколько? 90 сантиметров? Один метр? У 20-летней студентки из Флориды Холли Берт самые длинные ноги на планете, почти 126 сантиметров. Даже при росте 195 сантиметров это впечатляет. Недавно девушка переехала в Нью-Йорк, где учится на дизайнера. Мечта Берт – стать моделью. С такими ногами, я уверен, проблем не будет. Главной проблемой рекордсменки – это одежда и автомобили. Блондинка рассказывает, что у ее бывшего бойфренда был мини-купер. «Как-то мы отправились в поездку по Флориде, это был худший отпуск в моей жизни», – призналась она. Чейз Кеннеди Если длина ног Холли Берт измерена и зафиксирована официально, то 22-летняя жительница Калифорнии Чейз Кеннеди просто уверена, что ее ноги самые длинные во всех Соединенных Штатах. Это, как ни странно, совсем не помогает девушке строить карьеру модели. Уже несколько агентств отвергли ее кандидатуру из-за слишком высокого роста. В детстве будущая звезда ничем не отличалась от своих ровесников – обычный ребенок. В школьные годы она начала быстро расти и стала самой высокой в классе, и ей дали прозвище «жираф» и «ноги». Зато Чейз отлично играла в волейбол и баскетбол. В 14-летнем возрасте девушка впервые задумалась о работе моделью. После окончания школы она переехала в Лос-Анджелес и добилась своего. Девушка призналась, что, несмотря на высокий рост и самые длинные ноги, ей было нелегко завоевать свою нишу на подиуме. Екатерина Лисина А наши что хуже, спросите вы? Или в нашем отечестве нет длинных ног и высоких девушек? Есть! Российская баскетболистка Екатерина Лисина добилась суперрезультатов в спорте, а теперь строит карьеру модели. Она родилась в Пензе в семье баскетболистов, так что будущее девочки было предопределено. Родители отдали Екатерину в спортивную секцию. Потом семья переехала в Словакию. 12-летняя спортсменка выступала за молодежную команду местного клуба, а через несколько лет ее перевели в основной состав. Екатерина успела поиграть за московские команды «Спартак» и «ЦСК», а параллельно играла за сборную страны. В 2007 году она вместе с командой выиграла золотую медаль чемпионата Европы, а в 2008 году заработала олимпийскую бронзу в Пекине. В 2014 году Лисина окончательно оставила спорт и сосредоточилась на карьере модели. Сейчас она живет в Краснодаре, воспитывает сына, снимается для модных брендов, ведет блог в Инстаграме, работает в модельном агентстве World's Tallest Models. Это значит, самые высокие модели в мире. И мечтает о любви. Екатерина Лисина является одной из самых высоких моделей в мире. Ее рост 2 метра 6 сантиметров, а длина ног 133 сантиметра. На 7 сантиметров длиннее американского рекорда. Холли Берт кусала бы локти от зависти. За такие выдающиеся данные Екатерину внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Элизабет Кэмбидж Я заметил, что рост и красота часто обитают в одном флаконе. Вот и темнокожая баскетболистка из Австралии Элизабет Кэмбидж. Девушка не только рослая, но и красивая. Игрок Мельбурн Бумерс и член сборной Австралии по баскетболу вполне может рассчитывать на успех в модельном бизнесе, если вдруг решит завершить карьеру. Сейчас ее рост 2 метра 3 сантиметра. Вес без малого 100 килограмм. Еще в начальной школе девушка отличалась от сверстников своим ростом. Она была не только выше всех девочек в классе, но и оставила позади самых рослых мальчишек. Уже к 14 годам она вытянулась почти до 2 метров. Конечно, Элизабет чувствовала себя огромной и нескладной. Тогда ее мать предложила ей пойти на секцию баскетбола, чтобы найти себе друзей. И тут оказалось, что Лис просто рождена для баскетбола. Дело тут не только в высоком росте. Лис обладает отличной реакцией, стремительно на поле и умеет мгновенно принимать решения. В 2012 году спортсменку заметили менеджеры из Китая и предложили подписать контракт на 400 тысяч австралийских долларов. Это около 25 миллионов рублей. С клубом Чэцзянь Фар Ист. Ну а потом она перешла в Мельбурн Бумерс. Эли Штос А сейчас расскажу вам, какая может быть польза от высоких девушек для мужчин. 27-летняя Эли Штос с детства была крупным ребенком. В 12 лет ее рост достигал 190 сантиметров. Девушка очень комплексовала из-за этого. Масло в огонь подливали одноклассники, дразняя ее Годзиллой и Монструм. С тех пор она еще немножко подросла, до 2 метров 5 сантиметров. И теперь она работает... Нет, не нападающая в баскетбольной команде? Никогда не догадаетесь. Теперь она фетиш-модель и помогает людям справляться с их комплексами. Эли берет на руки невысоких мужчин, фотографируется с ними, а потом продает эти снимки. Эли во всем поддерживает личный тренер ростом 185 сантиметров и по совместительству ее парень Шон. Видимо, она выбрала самого рослого мужчину в своем окружении. Все-таки у таких высоких красоток выбор небогат. Эли старается по максимуму получать наслаждение от жизни. Единственное, что расстраивает девушку, это шоппинг и невозможность купить кофточку подходящего размера. Каролина Вельц Каролина Вельц родилась в Германии. Ее рост составляет 206 сантиметров, из которых 130 – это ноги. Она такая высокая из-за неправильной работы щитовидной железы. Свой гардероб Каролина шьет на заказ, а для того, чтобы выйти из комнаты, ей приходится нагибаться. Каролина – самая высокая женщина в Германии и одна из самых высоких в мире. Ее вес 117 килограмм, а размер обуви 48. В школе над ней издевались и обзывали, а сотрудники парка развлечений не пускали на детские аттракционы. В то время ей помогла поддержка семьи. Ну а потом рост перестал доставлять Каролине проблемы. Яо Де Фэнь Четвертый ребенок в семье, китаянка Яо Де Фэнь, при рождении весила всего 2 килограмма 800 граммов. Ее родственники выдающимся ростом не отличались. Вскоре стало ясно, что с Яо все по-другому. Уже в три года Яо ела втрое больше, чем дети ее возраста. В 15 лет ее рост перевалил за 2 метра. В молодости Яо работала в цирке и занималась баскетболом. Однако с таким ростом не так-то просто жить. Поэтому китаянка очень часто болела. Кроме того, она была из бедной семьи, что тоже сказывалось на ее здоровье. Позже у Яо Де Фэнь врачи обнаружили опухоль гипофиза. Именно этим и объясняется превращение женщины в гулливера. Китаянка скончалась в 2012 году в возрасте 40 лет. Малгажата Дыдик Малгажата Дыдик родилась в Варшаве в 1974 году. Кроме нее в семье были еще две девочки. Все они отличались высоким ростом, но Марго была самой высокой. 2 метра 18 сантиметров. Малгажату постоянно донимались верстники, придумывали прозвище, но все изменилось, когда Дылда стала серьезно заниматься баскетболом. Потом Марго стала студенткой Института физкультуры в Сапоте. С клубом Олимпия спортсменка дважды побеждала в первенстве Польши. Взяла третье место в Кубке Европейских чемпионов в 1994 году. Сестры Малгажаты тоже достигли успеха в баскетболе, они выступали в американской лиге, а старшая приняла участие в Олимпийских играх 2000. Екатерина Гамова И еще одна наша соотечественница. Екатерина Гамова, чей рост 202 сантиметра, выдающаяся российская волейболистка, двукратная чемпионка мира. В 2010 году ее признали самой лучшей спортсменкой страны по версии читателей ресурса Спортбокс и, конечно же, зрителей канала России. С восьми лет Катя занималась баскетболом и гандболом, а в десять лет заинтересовалась волейболом. В четырнадцать лет Катя была зачислена в команду городского спортивного клуба Метар, в шестнадцать выиграла свой первый Кубок России. Конечно, в спорте ей помогал и высокий рост, который уже к одиннадцати годам составлял 172 сантиметра. Спортсменка выходила на площадку в форме московского Динамо, стамбульского Финнербахче и сборной России, завоевала массу командных и индивидуальных трофеев. В 2016 году Екатерина завершила профессиональную карьеру по состоянию здоровья и взялась за воспитание новой смены игроков в качестве куратора молодежной сборной России по волейболу. В сентябре прошлого года Екатерина родила сына. По ее признанию, выигрывать чемпионаты мира было проще и понятнее, чем осваивать роль мамы. На этом все. Подписывайтесь на канал Профессор Гуглов. Высокие девушки, пишите в комментариях под видео. И невысокие, кстати, тоже. Мужчины девушек, тоже пишите. И смотрите другие мои видео, не пропустите. Оно уже завтра. Пока.